Бывало ли у вас такая ситуация, что вроде вы классно накрасились, классно одеты, и вообще вы все такая классная, но не чувствуете себя таковой? И бывало ли такое, что вроде как в каком-то вашем обычном, повседневном, растрепанном состоянии вы чувствуете себя на миллион? В этом видео я расскажу вам, какие вещи помогают мне чувствовать себя уверенной в себе и чувствовать себя красивой. А вы обязательно поделитесь в комментариях теми вещами, которые важны лично для вас. Скорее всего, вы ожидаете какого-то такого содержания видео. Я не могу чувствовать себя уверенной без макияжа, без литров макияжа. Я не могу чувствовать себя уверенной без фотошопа, без тонны фотошопа. Я не могу нормально себя чувствовать без шмота, без хайпового шмота. Скорее всего, вы думаете именно так. Но как же все на самом деле? Как же все по факту? Сегодня я расскажу вам, без каких вещей я не могу чувствовать себя уверенной в себе и чувствовать себя красивой. Меня, кстати, Лиса зовут. И, разумеется, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык. Включи себя в давление в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И поехали. Я не могу чувствовать себя уверенной в себе, если меня не окружает музыка, которая мне нравится. Иногда так бывает, что я куда-то иду, слушаю свою любимую музыку, и мне прям вот даже от одного прослушивания этой музыки становится очень-очень-очень хорошо. Кстати, я заметила по себе, что когда слушаю более энергичную музыку, то мне как-то повеселее становится. А когда слушаю какое-то пассивное-депрессивное, то вот сразу могу с даже очень хорошего настроения соскочить. Вы, наверное, скажете, что это великое открытие для пятилетки. А я вам скажу, что, да, есть такие прогрессивные пятилетки, а я вот только сейчас это поняла. Кого интересует мой плейлист музыки, то вы все это можете найти в моем ВКонтакте, он у меня, кстати, даже открыт. И да, кстати, по приколу ставьте себе фамилию Авами, добавляйтесь ко мне в друзья, и я буду вас добавлять. Давайте соберем клан Авами всяких людей. Клево же. Нет? Одежда не в моем стиле. Я вообще не воспринимаю себя без той одежды, которая мне нравится. А мне нравится, как правило, ну, то, что мне нравится. Милая, тебе так идут платья. Тебе надо чаще ходить в них. Милая, тебе так идут платья. Вах, какая женщина! Вах, какой персик! Тебе очень идут платья, солнышко. Иногда я думаю, блин, надоело мне ходить в одной и той же одежде. Но потом понимаю, блин, она же мне нравится, почему я не должна в ней ходить, даже если она мне очень-очень-очень по кайфу. И тогда я думаю... Ты же только что сняла видео, где ты все говорила иначе. Но там же был один страшный сарказм. Просто он начинался с 8 до 10 минуты и был как бы объяснением для тех, кто не понял. Никто не понял. Никто. Никто не понял. Никто. Вещь, которая будет для некоторых такой же очевидной, как пункт номер один. Пункт номер один. Но, тем не менее, это волосатость. Нет-нет-нет. Вот чего-чего на волосатости на моем теле быть не должно. Только здесь. Только здесь. Какая бы классная одежда и какой бы крутой стиль не был у девушки, очень важно при этом, чтобы на теле отсутствовали нежелательные волоски. Способов их удаления огромное количество. Но я хочу поделиться с вами моим новым открытием, без которого я просто не представляю, как я раньше жила. Браун выпускает эпиляторы, которые помогают эффективно удалять волосы. Это премиальный и модный бренд, который радует надежным немецким качеством и различными инновациями. Вы можете сэкономить на салонах красоты бешеное количество денег, а также огромное количество ваших нервов. Ведь новые эпиляторы справляются с нежелательными волосами совершенно бесполезненно. Эпилятор помогает избавиться от волос на срок до 4 недель. А отрастающие волоски со временем становятся все мягче и мягче и совсем незаметными со временем. Ээээ... что? Вы пользуетесь воском? Забудьте об этой процедуре. Ведь вы знаете, что современная эпиляция намного эффективнее. Эпилятор Браун захватывает даже самые маленькие волоски, которые совершенно не под силу воску. Только представьте себе, эпиляторы Браун могут захватить даже те волоски, длина которых 0,5 мм. То есть размером с песчинку. В то время как воск, шугаринг цепляют волоски от 2 мм и более. В этом году Браун выпустил обновленную линейку эпиляторов с умной технологией Sensor Smart. Она отображает степень давления прибора на кожу, позволяет избежать раздражения. А это значит, что ты можешь быть уверенна, что процесс эпиляции идет безболезненно и правильно. И никаких покраснений, что для лета просто супер важно. Эпиляция это способ удаления волос, к которому надо привыкнуть. Поэтому Браун придумал специальную насадку для новичков. Часть волос вы будете сбривать лезвием, а часть эпилятором. Эпилятор можно использовать в воде, на распаренной коже, для совсем комфортной эпиляции. Вы можете приобрести эпилятор Браун со скидкой. Для этого вам необходимо воспользоваться моим промокодом. Чистая одежда. Стиль стилем. Но для меня супер-мега важно, чтобы моя одежда пахла порошком. Чтобы она была настолько чистая, чтобы от нее реально пахла порошком. Чтобы ты берешь вещь, ты ее вот просто только уберешь, и она реально чистая. Она разит чистотой. Вот это для меня очень важно. При том, что, знаете, если я не была бы лисой, я была бы свиницей. Потому что я, наверное, самый главный свин в этом мире. Нет, серьезно. Серьезно. Для меня очень важно, чтобы одежда была чистая. Но как все выглядит там, где вы не видите, очень печально выглядит. А я вижу. Короче говоря, леди порося. Знаете, как говорится, в доме дичь, в квартире срач. I am happy very much. Но одежда должна быть чистой. Кстати, это очень важный вопрос. Он, конечно же, совсем не в тему. Но гладите ли вы джинсы? Зарядка на телефон. Скажите, как она относится ко всему прочему? А я вам отвечу. Если на моем телефоне меньше 20% зарядки, вот вообще пофиг, какое у меня было настроение до того момента. Я просто начинаю психовать. Потому что мне кажется, что мой телефон сейчас вырубится. Что сейчас начнется апокалипсис. Что сейчас меня будут все искать, все звонить. Я не смогу им ответить. И мир в мир просто погрудится в пучину непроглядной тьмы. Что будет полный Армагеддон. Что я не смогу спастись. Что мир не сможет спастись. Что будет тьма. Непроглядная черная тьма. В общем, я стараюсь заряжать телефон. Да, кстати, не забудьте потом написать в комменты, какие вещи являются для вас супер важными. Будет интересно. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мой ВК. И посмотрите мои другие видео на моем канале. Поэтому я с вами не прощаюсь. Ну, или прощаюсь, если вы не будете их смотреть. Пока.